А ты правда из клуба пешком пришел в Москву? Да, конечно. Не видно было? Не видно. Привет! Программа новости молодежки сегодня рассказывает только о Кубке Вызова. Это была шикарная игра, в которой наконец удалось победить Востоку. Чувствую, что следующий матч будет более напряженным. И год назад в Нижнекамске и сейчас в Москве хоккеисты Восточной Конференции были настроены на предстоящую игру сильнее, чем их соперник. В Нижнекамске именно Восток отрабатывал большинство и меньшинство, как и сейчас. На скамейке постоянно возникали вот такие разговоры. Вот, смотри, там начнут прикол. Надо, чтобы наши выехали вовремя, чтобы они вот так поехали. Нет, чтобы все вместе поехали. Ну, я тебе говорю, когда ты отдаешь передачу, сразу под него открываешься вот сюда. Ну, и все. Когда так сделано, так проще. Вы что, наши раскаты разбираете, да? Вообще-то нет, это мы вообще-то придумали. Да, конечно. Я тебе отвечаю. А вы поделитесь, будет нормально, забавно. Когда тренировались ребята с запада, то ничего подобного не было. Лев Бердичевский сразу сказал, что занятие пройдет в спокойном режиме, так как многие только с дороги, с матча. В общем, команды каталось, а беседы были только такие. Что у тебя причина? Здравствуйте. Я к нему, давай, так поздороваться. Привет. Это Алексей Морозов. Он играл, вот сейчас вспоминали. Где все-таки, какие клубы я не могу вспомнить. Крылья. Крылья. Крылья, а потом я потерял мысль. Акбарс. А, в Акбарс играл. Я знаю. А в ССК. В ССК. Извинитые коньки, ваши белые, у нашего игрока были. Он постоянно ходил, говорит, у меня куморозовые коньки. Он лучшего игрока Кубка 3К получил. Потом заиграл? А потом закончил. У него спина проблем. Ну, с таких коньках, да. А, со спиной, ну, по здоровью. А так, очень перспективный бой. Я думаю, ну, не как вы прям, на вас что-то расти надо. Ну, перспектива была. А у него там, этот, Зиновьев отдавал ему все. А, там Зиновьев все делал. Мне-то что, оставалось? Он только, о, партнер, найди, можешь вон, ты пить, да, отдыхать. Главное, не про массы, да? Да. На Востоке никаких воспоминаний, никаких забавных вещей. Главное, полная сосредоточенность на деле. Брата Дмитрий Брагинский, например, хоть мы с ним и знакомы, не замечал меня, так как был полностью поглощен работой, как и Артур Ахтямов. Нет, Востоку точно надоело проигрывать. Смотри, какой заканер. Давай еще по-разному, может пятером? Что, раз, как? Да. Не, один нужен, один нужен. Станция объясняет? Один, последний нужен. Я западу отправлю, ага. Кабина. Что, кто за воротами ставит? Тогда ты сразу за воротами. Я за воротами. Ты уйди на синюю, да? Гус, но он будет за воротами, и меня с тобой с этой стороны поедет. Ты подбираешь, выкатываешь, сбрасываю ему. Шаба в этот момент сюда уезжает, я сюда. А я в центре открываю? Ты, да, ты вот сюда куда-нибудь. И ты, если я оставляешь уже меня. Кому-то? Тебе? Мне. Мне сразу похоже. Только смотри, оставайся сзади потом. Ты не убедись, чтобы еще в случае обреза ты оставался. Давай я оставляю, еду вот так и центр открывайся под вас. Ты тогда открывайся здесь. Большинства не будет. Что не будет? Большинства в матче не будет. Чай, зачай. Может быть. Зря? Тогда все получается. Даже можно бежать. Нет. Могли бы поспать сейчас в отеле. С большинством это я, конечно, не разобрался. Совсем забыл, что на Кубке вызова никто друг друга не жалеет, хотя очков за это не дают. Там нет никакого приза, но никого это и не волнует. Да, формально лучшие игроки получают право сыграть в матче звезд КХЛ. Но кто выбирает, по каким критериям никто не разбирался. Надо было побеждать Запад. Счет ведь уже 8-2 в пользу соперника и отыгрываться придется не один год. Крутые игроки на Западе были. Например, вратарь Дмитрий Николаев в этом сезоне провел 4 матча в высшей лиге и в 3 заработал сухарь. Я даже ему сочувствовал, что с таким талантом приходится играть в молодежки. Николаев не смущался. Я просто работаю, мне дают шанс, я его использую и все. Что еще там надо? Главное играть. Мне нравится играть. Это лучше, чем у Васенков, надеюсь? Это не мне судить. Скажи, что лучше. Иван Бунов из Тайфуна поразил всех красивым внешним видом. Игрока из Владивостока можно было узнать моментально. Тебе заставили в этот клинер? Или ты просто на теплоходе приплыл? Именно на нем. Сам вел? Но еще тогда я заметил, что в раздевалке Запада атмосфера какая-то скованная. Был Александр Гопиенко, который пытался завести партнеров шутками, но остальные его никак не поддерживали. В раздевалке Восточной конференции все было отлично. Вы думаете, что это пустяки, но точно знаю, как много значит обстановка. И то, что Восток имеет хорошие шансы, стало ясно уже тогда. И у тебя пицца? Бесплатно, представляете, бесплатно. Даже платить не надо. Вот ты в Оренбурге-то уж точно будешь год рассказывать. Добрый день. Добрый день. Привет всем. Господа, дорогие минутку внимания, это важно. Не ешь, не ешь. Как известно, четверо из участников Кубка вызов получат приглашение на матч от Востока ХЛ. И эти четверо будут принимать участие в пятничной церемонии представления игроков. Ой, это я уже попал на какую-то официальную часть. После объявления представитель Оренбурга наслаждался жизнью. Удачи. Спасибо большое. Тебе матч уже не нужен уже? Я не нужен. Зачем? Я вот форму получил, краги белые, что еще надо? И это еще на Восток не приехали все сильнейшие. Восходящая звезда российского хоккея Арсений Грицюк из омских ястребов получил травму. Скажи вот про Грицюка, что хорошего можешь сказать? Все хорошее, я так про него говорю. Ну, плохое, это я рассказываю. Есть только хорошее, то есть это не в нашу программу. Потому что он не поехал с нами на Кубок вызов. Остальное все хорошее. Специально не поехал? Ну да, Косит, наверное. Грицюка заменил Владимир Машков. Уфа это тот случай, когда замена оказалась удачной. Молодой форвард Ястребов произвел очень хорошее впечатление. Чувствуя о нем, мы будем много говорить в следующем сезоне. Сам Владимир поразил скромностью. Да нет, наоборот, ему надо было ехать, а не мне. Вот это талантливый. А он уже сколько возрастной, господи, может заканчивать скоро. Ну, все равно, он первый раз должен приехать, показать себе. У меня-то еще есть шанс. В следующем году? Да, как у него. А какого года? В следующем году. Ну, как тебе в высшей лиге? Удивительно, но в день матча его торпеда играла со звездой в Москве. И Петросян мог бы успеть, но не стал торопиться. Ну, как тебе в высшей лиге? Да нормально. Привыкли уже к скоростям. Вроде доверяют, дают играть. Но все равно отпускают в Алтай, да? Есть, да. Ну, а почему? Ну, у нас состав большой, много народу. Идет ротация состава. Успеваем играть и там, и там. Дают играть главное. Мне казалось, что если уж получается, вот забил ВХЛ, то надо оставаться ВХЛ. Ну, это уже принимают решения тренера. Если нужны молодежки сейчас, поедем играть за молодежку. Если надо будет, вернусь обратно в ВХЛ. А что с Алтаем-то произошло? Ну, и только из-за того, что... Нет, вы же упали-то в следствие последних четырех матчей у вас в регулярке. Восьми. Восьми, а что случилось-то? Ну, в четырех вот это толпар, а авто я никогда не забыл. Да мы не знаем, что случилось. Мощь, спад какой-то, типа, конец сезона был. Ну, конец половины сезона. Ребята, может, подустали, сейчас вроде отдохнули. Сейчас тренируются ребята. Подготовимся к дальнейшему чемпионату и будем выигрывать. В какой момент ты понял, что все идет не так вот в той серии? Ну, куда, наверное, проиграли вот четыре игры первые. И потом еще четыре проиграли. Наверное, из-за этого. Не знаю, какой-то спад просто. Дай бог, что все нормально будет сейчас. Ну, спад, 4-8 матч. Будем готовиться. После матча Восток радовался так, как можно было радоваться, когда добиваешься чего-то серьезного. Восток, Восток. 8-2 счет был. Что сделали сегодня? Я видел, аккуратно, да, играли, особенно во втором-третьем периоде? Ну, это не была не установка аккуратно играть. Просто так получилось. Ну, конечно, когда уже нас начали догонять, установка была играть попроще первым касанием выводить из зоны. Ты основной игрок Сибири, тебе, наверное, полегче было, да? Да, я бы не сказал, что бы, ну, обычная, как бы, игра, ну, интересная очень. Как бы, с Запада даже с МХЛ не играем. Как бы, очень понравилось. Ты бы за то, чтобы Запад играл с Востоком? Ну, во время регулярно. Да, конечно, да, конечно. Ты сказал, к нам не придешь? Ну, я знал, что вы выиграете, я же знал утром. А что приезжу? Ну, посмотреть. Сегодня впервые за несколько лет Восток победил. Что, думаешь, случилось? То есть, просто поаккуратнее, или сборная хорошая была? У вас очень хорошая команда. У нас очень хорошая команда была. Все. Ты не считаешь проблемой то, что Восток играет с Западом в разных конференциях и встречается во время сезона? Да нет, не считаю. А что, вот встретились, победили, да и все. Как вообще чувствуешь себя на уровне Запада? Ну, на уровне Запада они, пацаны, хорошие, быстрые, мышление есть. Очень понравилось с ними играть. Буду стремиться так же, но мы агрессивнее и сильнее. Нет, ну, показали, что Восток сильнее Запада. Ну, это, все, они что-то думали, что они всегда сильнее, но сегодня мы показали, что Восток может навязать борьбу. Даже подрался? Чуть-чуть. Ну, выяснили отношения. А что это такое агрессивное-то? Ну, не агрессивное. Ну, вратаря наехали, надо было показать, что кто на пятаке. Согласись, это большой плюс, что вот эти матчи с силовыми приемами, с потасовками и вообще посерьезно. Да, 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 это большой плюс тут показывается. Ну, реально идет, ну, как две команды, ну, Восток и Запад. А если что, без силовых там, не было никакой игры нормальной. Когда ты будешь в КХЛ играть? Не знаю, когда позовут. Четыре человека поедут на матч звезд КХЛ. Никита Кончаров, Егор Анисимов, Егор Чинахов и Герман Шапарев. Но это будет уже другая история. Я даже еще не думал. Сейчас Марку Вербе позвоню, спрошу, как там. То есть он же уже это прочувствовал. Поэтому сейчас посоветую с ним. Только сейчас не звонил, он сейчас играет. Я понял. После игры наберу ему. Ну, ты счастлив? Я, да, то есть это круто попасть на матч звезд КХЛ. Скажем так, это даже была моя мечта. То есть, ну, оказаться на льду с такими профессионалами, да, можно сказать, счастлив. Что ж с армата-то не в флой-офф? Мы будем в этом году в флой-офф? Обещай. Обещаю. Иначе вернешь пиццу. Иначе верну пиццу.